Единственная страна в мире, которая не проиграла, а выиграла в результате Второй мировой войны, которая не проиграла, а выиграла в результате всех войн за последние сто лет, которая уже была бы разрушена, ее экономика действительно была бы разорвана в клочья, если бы ее не выручила Вторая мировая война. Это Соединенные Штаты Америки. В 1929 году, как вы знаете, у них начался кризис, чудовищный кризис, в результате которого произошло полное обнищание населения, банкротство, самоубийство, голодные смерти. Вот эту вот фотографию знаменитую. Знаете, помните, женщина, которая не может прокормить кучу своих детей, голодная, холодная, ищет хоть какую-то работу, замечательного писателя американского Стейлэка, все это описано. Почитайте, кто не читал. И вот эта страна наконец-то перестала притворяться. Посмотрите, что заявил ее лидер, и обалдейте от этого цинизма. В момент беспрецедентного насилия и страданий на Украине, в Израиле, секторе газа и во многих других местах трудно представить, что возможно что-то иное. Но мы никогда не должны забывать урок, извлекаемый снова и снова на протяжении всей нашей истории. Великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу. То есть теперь они цинично признают то, о чем мы рассказывали во всех эфирах последние лет доцать. И вся либерота нам не верила, и вас призывала не верить, и говорили, что мы чокнутые. Мы в теорию заговора верим, когда мы говорили, что они это делают, потому что им выгодно. Потому что для них война – это инвестиции. Потому что для них война – это единственный способ не впасть в экономический кризис и крах. Это проверено электричеством. У них это было уже. В 29-м году они были разрушены. И Рузвельт прекрасный, замечательный, со всеми его попытками с этим справиться, с этим его знаменитым Нью Уэй и прочее, не справился с этим, не справился. И к 39-му они уже скатывались обратно. Он чуть-чуть вот так вот заволосье подпривытащил, извините за это придуманное слово, свою страну из той пропасти, в которую она летела, или из того болота, в котором она тонула. И бах! В 39-м она начала тонуть опять. Не смог он ее достать. И надо же, в 39-м началась Вторая мировая. И можно было производить пушки, производить танки, печатать доллары, обеспечивать работой своих граждан, платить им больше и любоваться на то, как весь остальной мир катится в тартарары, пока ты богатеешь и вылез из этого болота. И ни разу с тех пор Америка в это болото не залезла, потому что с тех пор она ведет войны профилактически, заранее. Только чуть-чуть как-нибудь что-то не так, где-то чего-то зашаталось. Давайте-ка какую-нибудь забабашим войну, и все у нас будет отлично. Мало того, что это помогает в предвыборных кампаниях, кто не смотрел прекрасный фильм, идеальный фильм «Хвост виляет собака», обязательно посмотрите, там все про это. Так мало того, что в предвыборных помогает, помогает экономике. И знаете, что поразительно? Они видели это всегда, и глубинные силы, управляющие Соединенными Штатами, то, что у них называется Deep State, глубинное государство, они всегда это знали, это все цинично, всегда всем было понятно. Но людям они не могли этого сказать. Ни людям во всем мире, ни своему собственному населению. Население не было так цинично. Это же была Америка, протестантская Америка, с белыми церквушками, с чистыми дорожками, ведущими к этим церквушкам, с семьями в платьицах, в платочках, в хорошеньких каких-нибудь макосинчиках, беленьких у девочек и у мальчиков, бредущих каждое воскресенье радостно, с улыбками, действительно искренне, по этим дорожкам, в эти церквушки. Но нельзя было им сказать, ну знаете что, братцы, мы убиваем миллионы людей по всему миру, потому что это классная инвестиция. Эти люди бы не поняли. Все-таки Америка, она же была построена пилигримами, она же была построена религиозными фанатиками, и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. Это были идеалисты. У идеалистов есть идеалы, у идеалистов есть ценности. У коммерсантов байденовского пошиба ни идеалов, ни ценностей нет, и они за последние 20-30 лет довели свою страну до того, что она стала такая. Нет уже больше этих церквушек, нет этих дорожек, ну кое-где остались, но точно нет толп этих замечательных семей в платьицах и белых макосинах, бредущих по воскресеньям в эти церквушки. Есть загаженные Сан-Франциско, есть Нью-Йорк, где невозможно ступить, чтобы не наступить в чью-то, извините, болевотину, в чьи-то помои выплеснутые из ресторана, где не работает ни уборка мусора, ни нормальная канализация, где метро, как в самых страшных наших россказнях, помните, про наши 90-е? Может, это отчасти и было правда. Я в 90-е метро не ездила, поскольку в Москве не жила, а в моем городе не было метро. Вот с этими огромными крысами метро, с параличом полиции, с вопиющим бандитизмом, людям нет дела до Украины. Их довели до того, что им наплевать на собственные позавчерашние ценности и идеалы. И они говорят, да хватит им помогать, плевать нам на вашу свободу, права человека, отстоим маленький гордый народ, на который напала большая древняя страшная Россия. Нам наплевать уже на эти тезисы. Не работает, говорит население. Нам надо, чтобы мы не бродили по угашенным афетаминам бомжам по дороге на работу или к себе домой в наших городах, и чтобы в нас не стреляли из-за угла 13-летние подростки. Наведите порядок у нас в стране, еще пожрать бы чего-нибудь. У нас каждый четвертый или пятый ребенок, сейчас, боюсь, запутся в статистике, на фудсэмпс, на карточках, на карточках для еды, понимаете, в Америке. И они говорят, все уже, хватит защищать по всему миру права человека. У нас у самих с правами человека хреново, потому что одно из самых основных прав человека – пожрать. А жрать нам нечего. И руководство страны поняло, что не надо больше притворяться, и не надо больше придумывать про идеалы, про ценности. Можно сказать правду. Это инвестиции. И послушайте, как они об этом говорят. Вот еще один. Я встречался с президентом Зеленским, и он сказал, что Украина никогда не забудет ту помощь, которую мы им оказали. Мы сделали это и потратили менее 4% годового военного бюджета. И при этом украинская армия уничтожила 50% российского военного потенциала без единой капли американской крови. Мне кажется, что для нас это довольно хорошая отдача от инвестиций, и мы должны удвоить ее. Все раскрылось, все скрылось. Чем больше будет войны, чем больше будет смертей, чем больше погибнет украинцев, тем больше погибнет русских. А чем больше погибнет и украинцев, и русских, тем больше долларов заработает вот эта вот замечательная страна, которая кормится воинами все последние сто лет своего существования. И только войны являются гарантией, опорой и финансовой, экономической основой ее существования. И то, что происходит сейчас в газе, происходит поэтому. Вот посмотрите этот чудесный сюжет, который объясняет, это наш сюжет, Арти, который объясняет, что происходит в газе. Посмотрите и ужаснитесь. Возможно, вы не знали, но газа богата газом. В ее недрах его по меньшей мере 40 миллиардов кубометров. Но есть одна загвоздка. Еще в 1999 году палестинские власти заключили сделку с компанией BG Group. Им повезло найти месторождение и прямо у побережья Газы пробурили две скважины. Газа Марин-1 и Газа Марин-2. Это был многомиллиардный дар Божий, суливший экономическое благо Палестине и ее внешней торговли. Перенесемся в 2007 год. В Палестине к власти приходит Хамас. В конце 2008-го Израиль начинает наступление на сектор Газа, убивает 1400 палестинцев и устанавливает контроль над газовыми месторождениями. Через год Израиль объявил об открытии месторождения Левиафан, которое в действительности включало в себя природные богатства Газы общей стоимостью в 453 миллиарда долларов. С того момента жители сектора не получили ни шекеля. Или, если точнее, их лишили около 47 миллиардов долларов дохода. А что же до Тель-Авива? Он упорно стремится стать новым стратегическим энергетическим узлом. Давайте бегло рассмотрим этот вопрос. В 2022 году российская нефть и газ находились под санкциями, иранская нефть тоже. Сирийские нефтяные месторождения были и до сих пор остаются незаконно оккупированными американскими силами. Ключевой порт Латакии подвергался бомбардировкам со стороны Израиля, а порт Бейрута, врата на Ближний Восток, в руинах. И вот на арену выходит маленький Израиль с его морем газа, работающими портами, решением европейских проблем и, вероятно, самое важное, с благословением США. Если кто не знал, Конгресс США решил, что израильская энергетика представляет для Вашингтона высший интерес в сфере национальной безопасности. И если Вы считаете, что на фоне войны за существование говорить о бизнесе неуместно, Вы ошибаетесь. В последние недели Тель-Авив выдал 12 новых лицензий шести компаниям, и это помимо плана освоить еще больше морских ресурсов газы. Всегда задавайтесь вопросом, кому это выгодно. Потому что, да, война – это ужас, и война – это ад. Но всегда помните, что в первую очередь война – это большие деньги. Этот сюжет взял из нашего эфира и показал в своем эфире популярный американский ведущий Джимми Дор, который никак не связан ни с нами, ни с Россией. Кстати, мы были бы не против, если бы он решил с нами посотрудничать, но нет. Он просто его увидел на нашем канале, запрещенном везде, но мы тайными тропами добираемся и до таких Джимми Доров, и до их аудитории. Пока еще эти тайные тропы не изведаны теми, кто с нами борется, ЦРУ и прочими. И у нас получается ими добираться до своей аудитории. Он-то показал в своем канале и собрал огромное количество комментариев. И знаете, какой самый популярный комментарий? Самый популярный такой. RT, Честнее, CNN, BBC и всех остальных. Посмотрите, что вообще пишут люди, американцы, когда к ним просачивается, просачивается, как сквозь почти герметично закрытую банку Кока-Колы. Ну, все-таки в ней какие-то полмиллиметрика для нас остались, и мы просочились в эту банку Кока-Колы. И вот что пишут нам люди. RT, Честнее, чем BBC, CNN, Deutsche Welle и другие. RT по-прежнему один из лучших новостных каналов в мире. RT показывает правду, которую не увидишь в мейнстримных СМИ. Как же я скучаю по RT. На Sky TV в Великобритании он больше недоступен. Именно из-за таких историй RT заблокирован в Германии и остальной Европе. Да, и потому что это правда, и потому что газы это тоже не про любовь к искусству, как говорится, и не про любовь никому, и даже не про ненависть никому, а про любовь к денежкам. Банально, банально, как все на земле, к сожалению. Любовь к денежкам. И поэтому в этой несчастной больнице, которую они равняли с землей несколько дней подряд, 54 человека, все пациенты реанимации умерли на этой неделе. Все до одного. Просто умерли. Как могут с этим жить те, кто это устраивает? Я не понимаю. И не понимают вот эти люди, бегущие сейчас из газа. Наши люди, наши соотечественники с вами. Спасибо огромное нашему МЧС, партии, правительству за то, что вытащили уже сотни людей оттуда. Вы послушайте, что они рассказывают. У меня погибла подруга. Простите. Да. То есть она была просто домохозяйкой, и кушаной был врач. Их дом просто распобили. Она была дома, вместе с дочкой, которая собиралась выходить замуж. И дочку тоже? Конечно, да. Русская Юля, она и дочка Лена погибли. Ну и хорошая новость на этой неделе потрясла мир и потрясла меня. Красивая женщина. Настоящая красивая женщина. 23 года, с тонкой талией, с большой грудью, с обалденной совершенно улыбкой. Я, как вы понимаете, мать троих детей глубоко замужняя женщина и никаких таких эмоций к женщинам не испытываю. Ну, приятно же посмотреть. Посмотрите, какая красавица. Вот эта красавица в неравной, в чудовищной неравной борьбе на конкурсе «Мисс Вселенная» чудом обошла. Мало того, что украинку, она обошла еще и трансгендера. Полюбуйтесь на него. А теперь полюбуйтесь на красавицу. Может быть, это в последний раз в жизни, в последний раз в человечестве, когда все-таки искорка разума победила. Несмотря на то, что украинская дывчина вышла с неким младенцем, который, по общему признанию, больше похож на голову свиньи, для того, чтобы каким-то вот таким образом продемонстрировать, что она защищает украинских, что ли, младенцев от России, вот в этом был посыл. Хотя, на самом деле, от рук украинских военных, как все прекрасно знают, и при этом прекрасно знает и сама Украина, и сама эта украинка, погибло гораздо больше украинских же детей. Они считают Донбасс украинским. И несмотря на нее, несмотря на трансгендера, девочку вот эта замечательная, чудесная победила. Запомните этот момент. Может, до конца времен мы с таким чудом больше и не столкнемся. Ровно об этом говорил Путин на этой неделе в Питере на культурном форуме. Ему задал вопрос. Эмир Кустурица – великий режиссер, величайший режиссер, и по совместительству, чем я очень горжусь, ведущий программы на нашем радио «Спутник». И он его спросил как раз о том, что происходит в культуре, и послушайте кусочек этого диалога. 20 лет назад глобалисты нам обещали, что будет культурной разница. И в конце концов получилась сексуальная разница. И вот эти родницы, они сделали такой культ, который нам скажет, что если хотят получить Оскара, вам надо сделать коты, трансгендеры, хомосексуальцы и инни. И я думаю, что будущее в русском фильме, потому что я приехал до России и буду делать «Лавр», «Водолазкина» и буду делать «Достоевского». Это будет то, как я думаю и что я чувствую в вашей культуре. Да, действительно, мы видим, что на всяких конкурсах в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, трансформаторов, много всяких названий. Но вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают конкурс. Вот это ни к чему. Но это вот стремление к равноправию, о котором говорил, по-моему, министр культуры Южноафриканской республики. Оно, это равноправие, должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры. Ну вот на этой неделе оказалось, что в конкурсах все-таки побеждают не только они, но и просто красивые девчонки. Это не может не радовать. А вот то, что Кустурица говорил про Достоевского, это я вам через какое-то время расскажу подробнее. И надеюсь, вы очень порадуетесь со всеми нами. Фильм, который великий мир Кустурицы будет снимать по нашему великому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Вот такой памятник, не памятник, даже не знаю, как сказать, но очень своевременная вещь появилась в Питере. Посмотрите, да, это вот машина, которая спасает жизни на фронте, и вот столько она стоит, и денег не хватает не только на эту машину, но и на другие машины. Конечно, очень с тяжелым сердцем я сейчас объявлю то, что я объявлю. Я до последнего старалась этого не делать. Я до последнего старалась помогать фронту самам и стегранам на свои деньги, как можем. Мы закупали, отправляли, наверное, может быть, видели вы эти ролики, поверьте, мы не просили ребят с фронта записывать эти ролики о том, как к ним доходят наши антидроновые ружья. Я не буду даже перечислять огромное количество техники, но они записывают, распространяют. Спасибо им за это большое и за то, что они вообще там. Защищают нас с вами. Ну, не получается у нас дальше у самих, не получается. Вот мы только в этом месяце помогли семи подразделениям, купили все по их заявкам, а у нас сейчас заявок больше ста, а больше, чем ста подразделений. И сказав это, я скажу и другое. Я на этой неделе встречалась с героями СВО и встречалась с героями СВО год назад. И то, что говорили герои СВО год назад, и то, что они говорили мне на этой неделе, такое ощущение, что мы про разные СВО вообще говорили. То есть год назад было ощущение, что, ну, если не все пропало, то пропадет со дня на день. Не хватало всего. Речь шла о том, что... Это вот я пересказываю, что мне говорили люди. Того нет, этого нет, с боеприпасами, беда с техникой, беда со связью, беда со всем, беда с медициной, беда. Да, на этой неделе все, что я слышала... То есть я слышала жалобы на другое, но это мы уж в частном порядке решаем. А то, что касается, собственно, ведения боевых действий, все как один. И поверите мне, это не те люди, которые стали бы придумывать. Сказали, что, ну, наладилось все, наладилось. Нет никаких лимитов. Сколько снарядов надо, столько их и есть. Сколько боеприпасов надо, столько их и есть. И со связью все нормально, и с задачами, и с пониманием задач. И тем не менее, чем больше мы поможем фронту, тем меньше погибнет людей, которые гибнут за нас с вами. И я не обращаюсь сейчас к людям, я подчеркиваю это, я не обращаюсь к людям, которым самим живется тяжело. Более того, людям, которым самим живется тяжело, мы тоже по мере сил помогаем. Я обращаюсь к другим людям сейчас. И я знаю, что среди моих подписчиков таких много. Я обращаюсь к людям, которым живется хорошо, и у которых есть возможность поделиться со своим ближним, тем более с ближним, который прямо сейчас за тебя в окопе может погибнуть. Прямо сию минуту. А может не погибнуть, если ты переведешь ему 10 тысяч, 100 тысяч, 8 миллионов, вообще отлично. А если парочку, так просто чума. Я обращаюсь к людям, которые могут позволить себе вот это. Давайте помогать вместе. Давайте закроем эти заявки. Еще раз подчеркиваю. Перечислять деньги можно только, если вы видите это в моем официальном канале или в официальном канале RT. И мои официальные каналы, и официальные каналы RT помечены галочкой. Если вам пришел ролик в WhatsApp, если вам кто-то чего-то переслал, не вздумайте отправлять туда деньги. Заходите в Telegram, открывайте официальный канал, помеченный синей галочкой. Если вы видите там реквизиты, вот эти реквизиты, это реквизиты нашей сотрудницы, которая занимается сбором помощи для фронта, то смело перечисляйте. Если видите в любом другом источнике, скорее всего это мошенники, они мое лицо нацепят. И из этого текста часть выражают, а реквизиты другие приклеют. Пожалуйста, не ведитесь на это. Лучше не помогать вообще, чем помогать мошенникам, которые наживаются на бедах. Тех, кому завтра не может хватить, вот такой вот, может не хватить, вот такой вот машины, как выставлено сейчас в Питере. Мы, разумеется, предоставляем все чеки, мы предоставляем видео, как все это было передано, как бойцы это получили, как они говорят вам спасибо. Если вам нужно помочь, если вы владелец бизнеса, вам нужна какая-то реклама, что-то, мы это с удовольствием сделаем в рамках, естественно, закона. Все, что угодно сделаем, чтобы собрать и обеспечить заявки тех ста подразделений, которые обратились к нам уже сейчас. Пожалуйста, помогите нам это сделать. Ну и чтобы разбавить пафос, так сказать, моих призывов и просьб, не снижая его легкости добавить в программу, в конце выпуска, как всегда, вопрос. Один из тех вопросов, которые я задаю в своем, опять-таки, с галочкой телеграм-канале «Маргарита Симоня, литература и история». И первому человеку, который ответит правильно, я отправляю свою новую книгу «Водоворот» с автографом. Вопрос такой. Один из генералов заметил на встрече с военными создателями первых советских боевых ракет. Да если отдать то, что вы заливаете в ракеты мои дивизии, она любой город возьмет. Что он имел в виду? Основной фокус галереи Ходынка направлен на межкультурный диалог передового российского и зарубежного искусства В области сайенс-арт, научного искусства, галерея продвигает саунд и видео-арт, новые медиа и экспериментальный театр и глубоко интегрировано в культурную... Субтитры создавал DimaTorzok